Делегация российских парламентариев начала официальную программу визитов в Китай. Сегодня председатель КНР Си Цзиньпинин принял в Доме народных собраний в Пекине председателя Госдумы России Сергея Нарышкина. Подробности в материале нашего корреспондента. Круглая дата, новые начинания. В этом году отметят 15-летие с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидер Китая выразил надежду, что страны воспользуются этим шансом, чтобы расширить двустороннее взаимодействие во всех сферах. Си Цзиньпин положительно оценил успехи, достигнутые на втором заседании Китайской российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству и выразил надежду на то, что этот механизм сыграет важную роль в развитии двусторонних отношений. Сергей Нарышкин передал наилучшие пожелания от президента России и отметил, что российское руководство рассматривает взаимодействие с Китаем как одно из важнейших направлений в дипломатической работе. В Кремле уверены, что отношения двух стран можно назвать образцовыми, а их успешное развитие – фактором стабильности в регионе и мире. Для России развитие статистического партнерства с Китаем является приоритетом внешней политики. Ну и по общей оценке сотрудничество России и Китая является важным, я бы сказал, таким глобальным фактором международной ситуации. В ходе поездки Нарышкин также провел переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джан Дэдзианом, а также открыл второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП. Джан Дэдзиан отметил усиление двустороннего сотрудничества строительства экономического пояса «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза. По его мнению, Китаю и России надо укрепить взаимодействие законодательных органов. В свою очередь Нарышкин заявил, что парламентарии РФ и Китая смогут в результате совместной работы существенно углубить диалог между Россией и Китаем. Обсуждались вопросы развития сопряжения двух экономических пространств Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелкового пути». В Шэньчжэне спикер Госдумы принимает участие в церемонии открытия памятного камня в честь начала строительства основного комплекса зданий Российско-Китайского международного университета. Уин Ахмед Сулейманов, CCTV